Всем привет! В статье на DigitalOcean, которую мы рассматривали в прошлом видео, по которой мы поднимали наш Django сервер, мы дошли до определенной точки, после которой, наверное, будет сложно понимать, вообще, что мы делаем, если вы не имеете какого-то представления вообще о Unix сокетах и о Network сокетах. Цель этого видео просто рассказать о том, как происходит взаимодействие между процессами в Linux, как они могут происходить, какие есть варианты и в чем, собственно, разница. Network сокет и, как это написано в Википедии, Unix Domain сокет. Как один от другой может использоваться, да и вообще зачем они нужны в контексте Django сервера. Вот давайте рассмотрим наш сервер, да. Я его скопировал просто с предыдущего видео, с презентации, где я рассказывал про сетевые взаимодействия, про порты, домены и так далее. Вот у нас есть такой сервер, который я недавно купил и который я сейчас настраиваю. Соответственно, на этом сервере, как вы помните в прошлых видео тоже, я запускал программу ТОП и эта программа показывала нам, какие есть процессы на сервере и сколько памяти там, кто из них кушает. Один из процессов там есть, такой как SSH сервер. Это процесс, да, это программа. Программа запущенная в сервере и зачем она нужна? Чтобы давать возможность нам подключаться к этому серверу удаленно по протоколу SSH. Ну, если бы у нас был, скажем, железный сервер, мы бы взяли монитор туда и подключили, и клавиатуру бы туда подключили, да, и работали бы с ним просто вот как, ну, как с компьютером. Но так как это виртуальный сервер, находится он удаленно, да, мы должны иметь к нему доступ к какой-то по протоколу удаленного управления, чтобы давать команды в терминале. Это SSH, и он занимает 22-й порт. Соответственно, этот порт должен быть открыт на внешнем IP-адресе, на том IP-адресе, по которому этот сервер доступен для интернета. Я думаю, здесь все более-менее понятно. Ну, идем дальше. Значит, какие еще есть процессы, программы, да, запущенные на нашем сервере. Вот мы подняли такой ManagePy Run сервер на прошлом видео, когда мы установили все зависимости для Django, да, имели возможность запустить Django сервер. По умолчанию он запускается на IP-шнике, вот, 127.001, и доступен только сам для себя, чтобы мы только с этого сервера могли к нему подключиться. В том видео мы запустили этот транс-сервер, насколько я помню, на IP-шнике 0.0.0.0, да, чтобы он был, он как бы вмещает в себя все IP, да, и он был доступен у нас и с внешнего IP, и с внутреннего тоже, вот, с localhost-а. Соответственно, этот транс-сервер, он и нужен для того, чтобы занять порт 8000. Да, вообще смысл сервера, да, в том, чтобы занять какой-то порт на сетевом интерфейсе у IP-адреса и отдавать веб-страницы, да, через этот порт. Как я и говорил, эта зона, да, она является недоступной снаружи. 127.001 — это только то, что доступно внутри этого сервера для самого себя. То есть это сетевой интерфейс для сетевых взаимодействий между процессами, запущенными на этом сервере. Ну, к примеру, вот мы запускаем браузер Google Chrome. Мы можем через этот браузер направить запрос вот к этому самому порту 8000. Вот когда вы локально зарабатываете, да, вы это делаете. Вот. Вы направляете через Chrome браузер запрос к 8000 порту IP-шника 127.001, чтобы увидеть, что это Django сервер для разработки, какие страницы он показывает. То есть мы можем сказать в данном случае, что два процесса этой операционной системы, как бы Chrome браузер и ManagePyRun сервер Django, что они взаимодействуют между собой, правильно? То есть мы запустили программу Chrome, и она обращается на порт другой программы, запущенной тоже на этом сервере, и смотрит веб-страницы. То есть на это можно посмотреть и в контексте того, как две программы общаются друг с другом, да, две программы, запущенные на одном сервере. Но нас сейчас не очень интересует Chrome браузер. Мы будем настраивать веб-сервер, и поэтому нам понадобится, что нам еще? Допустим, Postgres, да. Это тоже программа, да, это тоже процесс операционной системы, как и все остальное. Вот. Он тоже займет какой-то порт, вот этот 5.4.3.2. Когда вы локально настраиваете Django, да, вы прописываете там адрес Postgres'а, 127.0.1, порт 5.4.3.2. Это порт, который по умолчанию Postgres займет. Соответственно, зачем он этот порт займет? Ну, наверное, не для того, чтобы к нему подключались кто-то снаружи, да. На этом API-шнике он нужен для того, чтобы наш Django-сервер мог подключиться к этому порту базы данных, чтобы взаимодействовать с базой данных, да. Это тоже получается взаимодействие между процессами операционной системы, да. Вот наш запущенный Django-сервер подключается к базе данных, чтобы Django могла нормально функционировать, да. Ей нужна база данных, понятно. Мог бы быть и другой вариант. Допустим, мы могли бы купить два сервера. Один сервер сделать чисто с сервером базы данных, да. Второй сервер сделать с сервером Django. Так мы распределим нагрузку между двумя компьютерами, да. И тогда мы должны были бы открыть на внешнем IP-адресе у Postgres'а вот этот порт и повесить Postgres на внешний IP-адрес, чтобы наш Django-сервер ходил в гости, да, к нашему Postgres-серверу. Такой вариант вот такого кластера, да, там из двух серверов, такой вариант тоже возможен. Ну, в этом туториале мы его настраивать не будем, да. Но, чтобы вы понимали, Postgres умеет не только сидеть на localhost'е на 127.0.0.1, его можно повесить и на внешний IP-адрес и позволить кому-то подключаться к нему извне. Ну, тогда, наверное, имело бы смысл на том сервере фильтровать IP-адреса и разрешать подключаться только нашему Django-серверу, да, а всем остальным не разрешать подключаться туда. Но в контексте данного примера мы настраиваем просто правильный production-сервер. Мы не настраиваем пока что какой-то кластер там из нескольких серверов. Ну, в том и в другом случае Postgres занимает какой-то порт, да, на каком-то сетевом интерфейсе. На самом деле, Manage Pyram Server — это совсем не продакшн-решение. И в документации Django написано, никогда не используйте его для ваших продакшн-серверов, только для разработки, только для тестирования. Вот как в прошлом видео, да, мы дошли до того этапа, когда мы подняли наш тестовый Django-сервер на каком-то внешнем сетевом интерфейсе. Но так как бы не делается, да, мы это сделали для теста. На самом деле нам нужен Gunicorn. Вот это уже настоящий, как бы, production-ready веб-сервер. Это весь Jai-сервер, да, он нужен для того, чтобы при помощи интерпретатора, да, Python, мы могли передавать туда те запросы, которые требуют каких-то вычислений на уровне Python и обращения к базе данных. То есть те запросы, которые обрабатывает Django, да. Gunicorn запускает Python, Python используется как библиотека Django. Соответственно, кто-то же должен обращаться и к Gunicorn, и мы его откроем, вот, на порту 8080, чтобы он висел на этом порту и ждал сетевые соединения тоже в рамках local-хоста вот на этом вот порту. Почему мы не можем повесить его сразу на внешний IP-адрес? Да можем вообще, без проблем. Но так как production-ready связка, да, такая best practice, такая популярная связка, это Nginx, Gunicorn, Passgress, там, Django и так далее, принято использовать два веб-сервера. Первый веб-сервер, который стоит на внешнем IP-адресе, принимает входящие соединения, потом он умеет отдавать статические файлы, Nginx умеет отдавать просто картинки, отдавать, да, он не нагружает сервер Gunicorn всякими штуками типа отдачи картинок, он сам знает, где они находятся, и только те запросы, которые требуют какие-то вычисления на уровне питона, да, для которых нужен Django Framework, только те запросы он и передает дальше на следующий веб-сервер, который уже умеет запускать питон и при помощи питона обрабатывать запросы, да, с фреймворком Django. Сервер Nginx этого делать не умеет. Так вот, сервер Nginx, как я уже говорил, он висит на 80-м порту внешнего IP-адреса. И нужен Nginx для чего? Он получает входящие сетевые соединения, да, и нужен Nginx для того, чтобы то, что он не может обработать сам, он передает дальше на сервер Gunicorn, соответственно, подключаясь к его порту. Вот такая цепочка получилась, да. Пришел входящий запрос на порт 80, Nginx его получил, что-то, что сумел сам обработать, статические файлы, картинки, он это вернул обратно, запросы, касаемые каких-то вычислений, работа с базой данных, там, все что угодно. Он адресует дальше, уже к серверу Gunicorn, который уже обращается, ну, он пополняет там питон, да, обращается к базе данных, берет оттуда данные. И также все это обратно идет по цепочке. Я не стал рисовать обратные стрелочки. Я думаю, и так примерно понятно, да, что по какому бытию он сюда приходит, по такому же уйдет. Значит, вся вот эта вот система, она называется Network Socket. То есть у нас IP-адрес с портом, он образует какой-то сокет, к которому кто-то может подключиться. Кто-то извне может подключиться, если он на внешнем IP-адресе висит. Или если это локальный IP-адрес, то этот как бы Network Socket используется для взаимодействия процессов операционной системы между собой, правильно? NGINX и GUNICORN. Это же два процесса, две программы. И вот они друг другу, точнее NGINX GUNICORN, отправляет запросы, которые он сам откуда-то получил. Так вот, в чем, собственно, минусы такого подхода? Так как этот Network Socket, это универсальное решение, он может как обрабатывать и входящие сетевые соединения, он может и использоваться как для взаимодействия двух процессов операционной системы между собой. Это на самом деле накладывает определенный overhead, если вы понимаете, о чем я говорю. То есть это требует излишний трафик и это требует излишние расходы вычислений. То есть излишняя нагрузка на процессор. Почему так происходит? У нас есть такие протоколы. Вот протокол TCP и протокол UDP. Я сейчас не очень хочу вдаваться в подробности того, как они работают, но протоколы, эти протоколы, это протоколы сетевых взаимодействий. То есть нужны они для того, чтобы данные передавать от одного сервера к другому, не между процессами. Изначально они разрабатывались, чтобы друг с другом общались два сервера в интернете. Ну то есть даже на простом примере. Вот эти протоколы, этот TCP протокол, к примеру, он для передачи данных заворачивает данные в такие контейнеры. То есть один блок данных, второй блок данных, третий, это довольно маленькие блоки. И передает ему по сети данные вот этими блоками. Собственно, зачем нужно было так делать? Все эти блоки, они пронумерованы. И, допустим, протокол TCP, он гарантирует доставку данных. Вот два сервера между собой данные там получают. И один сервер принимает эти пронумерованные контейнеры. И, допустим, он видит, что не хватает пятого контейнера. Тогда он как бы посылает запрос к тому серверу, который давал ему эти данные. Типа, мне не хватает пятого контейнера. Я получил там 30, а вот пятого нету. И тогда тот сервер может ему прислать только пятый контейнер. Так работает TCP. Но здесь, собственно, речь не про TCP. А речь о том, чтобы передать эти данные по сети, требуется как бы вокруг каждого контейнера нарастить слишком много дополнительных данных, которые для взаимодействия процессов между собой в Linux по сути не нужны. То есть все вот эти вот контейнеры с номерами, фреймы и так далее. Это все надо для сетевых взаимодействий. Здесь эти сетевые протоколы, они излишни. Правильно. Из-за этого они требуют больше трафика. То есть данные становятся больше, да, хотя мы могли бы экономить. И из этого больше расходуется ресурс процессора. Соответственно, есть и другой способ. Он совершенно не годится для каких-то сетевых взаимодействий. Он нужен только для общения процессов внутри одной операционной системы между собой. Вот такие вот протоколы он использует. Я не знаю, собственно, как эти протоколы работают. Я никогда в это не вдавался. Вот. Но, так, судя по всему, они более легкие. Они их меньше обкладывают какими-то дополнительными описаниями. Соответственно, мы экономим ресурсы компьютера и экономим как бы трафик для взаимодействия процессов между собой. То есть, все это будет работать быстрее и меньше греться. Так вот, в случае с UnixSocket мы уже не используем сетевые интерфейсы и порты. Да? А для нас как бы это излишнее. Да? И то, что мы используем здесь, это просто вот такой вот файл. То есть, такой файл сокет. Значит, Unicorn как бы будет... Он создаст этот файл, он будет слушать этот файл так же, как он мог бы слушать порт. И когда кто-то будет подключаться к этому сокету и давать ему какие-то данные или запрашивать какие-то данные, да, они будут общаться через этот сокет. Вот, допустим, Nginx, когда будет получать входящие сетевые соединения, ну, Nginx должен висеть, конечно, на каком-то порту сетевого интерфейса, потому что это внешний веб-сервер. Но дальше он уже может подключаться именно к сокету Unicorn и таким образом с ним взаимодействовать. Что дают все те преимущества, про которых я уже рассказывал. Сокет — это файл. Мы можем увидеть его просто в операционной системе. Это просто файл, да. Но в Linux собственно все является файлом. Вот. Но не каждый файл можно открыть в блокноте. Вот, допустим, сокет мы не откроем так в блокноте. Есть разные типы файлов. К примеру, директория — это тоже файл. Это как бы файл, который содержит в себе информацию тех файлов, которые находятся внутри него. Вот так странно звучит. Но вот в случае с Linux директория — это тоже файл. Но это не тот файл, который можно вот так открыть и почитать. Просто это файл с типом директория, и мы можем как бы посмотреть, что в этой директории находится. Вот то же самое с сокетом. Это файл с типом сокет, и этот файл нужен для того, чтобы один процесс его занимал, а другой процесс к этому сокету подключался. И зачем я все это рассказываю? Потому что в следующей части вот этой статьи на DigitalOcean мы будем создавать как бы гуникорн сервер и будем давать ему сокет, который будет нужен, чтобы к нему подключались. Теперь, я думаю, будет немного понятнее вообще, что будет происходить в следующей части вот этой статьи.